Катерина, вы, Екатерина, не микрофон выключили, а видео выключили. Сейчас, секундочку. Сберусь маленько. А видео выключить, да? Да, да, видео тоже выключить. Выключила звук? Нет, да? Нет, не выключила, наверное. Всё, вроде выключили. Так, давайте помолимся. Царю Небесный, Утешителю души истинным, Ниже везде Сы, и вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю принестилися вны, и очистены от всяких скверных, и спаси Боже Душа наша. Господи, благослови наше занятие, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истины. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой, пребудь с нами в этот вечер. Аминь. Так, мы продолжаем противосектантские занятия. И тема у нас о кресте и крестном знамении. Сейчас я поставлю экран, чтобы видно было текст. Текст. так сектант виталий читай сектант а я буду православным нужно христа почитать а не крест говорит сектант православный что должен на это ответить мы почитаем не только христа но и орудия совершенного христом спасения как и ветхом завете израильтяне почитали не только давида победившего голиафа но и тот меч которым он поразил филистимлянина и несмотря на то что этот меч был обогрён кровью язычника он как орудие победы над врагом сохранялся в храме завёрнутый в особую одежду посади и фото и фото это священная одежда первая книга царств 17 глава 51 стих и 21 глава 9 стих тогда давид побежал и наступив на филистимлянина взял меч его и выкинул его из ножен ударил его и отюг им голову его и сказал священник вот меч голиафа филистимлянина которого ты поразил в долине дуба завёрнутый в одежду посади и фото если хочешь возьми его другого кроме этого нет здесь и сказал давид нет ему подобного дай мне его тем более достоин почитания крест христов как орудия победы над врагом всего рода человеческого дьявола как обогрённый при чистую кровью христа православные следующее возражение тогда почитайте и гвозди и молоток и правосвященника и пилата и иуду и воинов ибо и они послужили прославлению христа православные всякое дело оценивается не только само по себе но и по той цели для которой она совершается первосвященники пилат иуда воины имели своей целью не прославление христа а поругание и смерть его проявив дьявольскую злобу следовательно не прославление заслужили отвращение и сожаление что касается других орудий гвоздей молотка терного венца то они для нас великая святыня как предметы прикасавшиеся к причистому телу христа и обогрённые святой его кровью но мы не чтим их изображений поклонением ибо о них не было прообразов как о святом кресте в ветхом завете секунду в писарии не сказано примирены посредством гвоздей или умиротворены посредством молотка но умиротворив через него кровью креста его колоссинам 1.20 и чтобы посредством его примирить собою все умиротворив через него кровью креста его и земное и небесное ефесянам 2 глава 14-16 стихи ибо он есть мир наш соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду упразднив вражду плотью своею а закон заповедей и учением дабы из двух создать себе самого одного нового человека устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста убив вражду на нем галатом галатом 6.14 а я не желаю хвалиться разве только крестом господа нашего иисуса христа которым для меня мир распят и я для мира все вопросы идем дальше сектант православные делают крест для напоминания о страданиях христа нужно этот крест в сердце носить а не иметь перед глазами православные без сомнения люди должны всегда носить в сердце образ страдавшего за них Спасителя. Но как в Ветхом Завете людям для постоянного напоминания о Боге и Его законе нужны были вещественные знаки на руках, на косяках, на воротах и даже на краях одежд. Читаем Второзаконие 6.9. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Число 15 глава 38-39 стихи. Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежды своих в роды их и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас в блудодейству. Так и в Новом Завете нужно для поглощенных суетой в жизни людей постоянное вещественное напоминание о страданиях Христа, как и Соломон учит, говоря о медном змее, прообразовавшем с собой Святой Крест Христов. Премудрость Соломона 16 глава 6-7 стих. Вопросы? Дальше идем. Хранц, если можно почитать Крест, то только подлинный, тот именно, на котором был распят Христос и по которому лилась кровь Его, а не кресты, делаемые теперь людьми, часто даже грешными людьми. Православный. Подлинный Крест Христов, частицы которого находятся у верующих разных концов мира, конечно, пользуются большим почитанием, чем изображения Его, имеющиеся у каждого истинного христианина. Если рассуждать по-сектански, то нужно отказаться от тех Библий и Евангелий, которые они имеют у себя, ибо подлинных священных книг, написанных святыми апостолами, у них нет, а есть только книги, напечатанные в типографиях обыкновенными грешными людьми. Кто чтит подлинный Святой Крест, тот будет почитать всякое священное изображение Его. Отвергая Крест, сектанты отвергают и крестное знамение. Вопросы? Дальше. Сектант. Исайя, 44 глава, 20 стих. Обманутое сердце ввело Его в заблуждение, и Он не может освободить души Своей и сказать, не обман ли в правой руке Моей. То есть, речь идет о Крестном знамении. То есть, сектанты вот этот стих приводят и думают, что вот обман в вашей руке, когда вы креститесь. А они не крестятся. Итак, что же отвечает православный? Пророк Исайя говорит здесь не о Крестном знамении, которое в то время не могло быть, и о котором нельзя сказать, что она, как какая-нибудь вещь, может находиться в правой руке человека. А говорит о быдоле, который сделан плотником из выбранного им дерева, что видно из предшествующих стихов этой главы. Давайте их прочитаем. Пророк Исайя, 44 глава, с 13 по 20 стихи. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом, округляет его и выделывает из него образ человека, красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, всадит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола и повергается пред ним. Часть дерева сожигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жарко и ест досыто, а также греется и говорит, хорошо, я согрелся, почувствовал огонь. А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается пред ним и молится ему, и говорит, спаси меня, ибо ты Бог мой. Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать, половину его я сжег в огне, и на уголях его испек хлеб, и жарил мясо, и съел. А из остатка его сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева. Он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать, не обман ли в правой руке моей. Ни о каком крестном знамении здесь вообще речи нет, откуда они, эти мысли им приходят. И кто им, этим сектантам, эти мысли вкладывает? Вопрос. Вопросы есть. Давай дальше. Руки не могут служить для религиозных целей, ибо Богу должно поклоняться Духом и Истиной. Иоанн 4, глава 23, 24. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Деяние 17, 24-25. Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворённых храмах живёт, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чём-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и всё. Православный. Слова апостола Павла говорят не о крестном знамении. У афинян, как язычников, его не могло быть, а говорит вот о чём. Язычники верили, что их идолы нуждаются в пище и питье, что жрецы брали себе. Даниила 14, с 1 по 22 стихи. Царь Астиак приложился к отцам своим, и Кир, персиянин, принял царство его. И Даниил жил вместе с царём и был славнее всех друзей его. Был вавилонян идол по имени Вилл, и сдерживали на него каждый день 20 больших мер пшеничной муки, 40 овец и вина 6 мер. Царь чтил его и ходил каждый день поклоняться ему. Даниил же поклонялся Богу своему. И сказал ему царь, почему ты не поклоняешься Виллу? Он отвечал, потому что я не поклоняюсь идолам с оделанными руками, но поклоняюсь живому Богу, сотворившему небо и землю, и владычествующему над всякою плотью. Царь сказал, не думаешь ли ты, что Вилл не живой Бог, не видишь ли, сколько он ест и пьёт каждый день? Даниил, улыбнувшись, сказал, не обманывайся, царь, ибо он внутри глина, а снаружи медь, и никогда не ел и не пил. Тогда царь, разгневавшись, призвал жрецов своих и сказал им, если вы не скажете мне, кто съедает всё это, то умрёте. Если же вы докажете мне, что съедает это Вилл, то умрёт Даниил, потому что произнёс хулу на Вилла. И сказал Даниил царю, да будет по слову твоему. Жрецов Вилла было семьдесят, кроме жёны детей. И пришёл царь с Даниилом в храм Вилла и сказали жрецы Вилла, вот мы выйдем вон, а ты, царь, поставь пищу и налив вина, запри двери и запечатай перстем твоим. Если завтра ты придёшь и не найдёшь, что всё съедено Виллом, мы умрём. Или Даниил, который солгал на нас. Они не обращали на это внимания, потому что постовом сделали потаённый вход, и им всегда входили и съедали это. Когда они вышли, царь поставил пищу перед Виллом, а Даниил приказал слугам своим, и они принесли пепел, и посыпали весь храм в присутствии одного царя, и, выйдя, заперли двери и запечатали царским перстнем, и отошли. Жрецы же по обычаю своему пришли ночью с жёнами и детьми своим, и всё съели и выпили. На другой день царь встал рано, и Даниил с ним и сказал, «Цело ли печати, Даниил?» Он сказал, «Цело, царь». И как скоро отворены были двери, царь, царь, взглянув на стол, воскликнул громким голосом, «Велик ты, Вилл, и нет никакого обмана в тебе!» Даниил, улыбнувшись, удержал царя, чтобы он не входил внутрь и сказал, «Посмотри на пол и замечи, это следы!» Царь сказал, «Вижу следы мужчин, женщин и детей!» И разгневавшись, царь приказал схватить жрецов, жёных и детей, и они показали потаённые двери, которыми они входили и съедали, что было на столе. Тогда царь повелел умертвить их, и отдал вилла Даниилу, и он разрушил его и храм его. Книга Деяний, 17 глава, 24-25 стих «Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, будучи Господом, небо и земли, не в рукотворённых храмах живёт и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чём-либо нужду, сам даяя всему жизнь и дыхание и всё. А что руки могут служить для целей религиозных и для молитвы, ну и для крестного знамения в том числе, это доказывает сам Христос и его святые апостолы. Христос возлагал на детей причистые руки и благословлял их. Марка 10, 16 «И обняв их, возложил руки на них и благословил их». Вознесясь на небо, подняв руки свои, благословил учеников своих. Лука 24, 50-51 «И вывел их вон из города до Вифании и подняв руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Через возложение рук ставили служители церкви, деяния 6-6 «Их поставили предапостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки». 14-23 «Анатолий Меньшиков, выключи микрофон». «Хорошо». 14-23 «Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали». 1 Тимофея 4, 14 «Не неради пребывающим в тебе дарований, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». И 5-22 «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым». Псалом 62-5 «Во имя твое вознесу руки мои». Псалом 142 «Да направится молитва моя, как фемиан при лице твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Апостол Павел говорит, 1 Тимофея 2, 8 «И так желаю, чтобы на всяком месте произнесили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Вопросы к окрестному знамению есть. Вот здесь, конечно, не о окрестном конкретном знамении, но о руках. Коли сектанты говорят, что руки никакого не имеют значения, то тут вот и места именно о руках приводятся, что все-таки имеют значение. Если они имеют значение при возложении рук, при крещении, при благословении детей, при постановлении епископа, то они значения, менее значают, когда человек крестится рукой. Итак, следующее возражение. «И кто крестится рукой, а тут снова распинает Христа», приводит место евреям, 6 глава, 4-6 стихи. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Православный, речь идет уже и не о христианах, а о людях, отпадших от Христа, которые ругаются Ему и таким образом снова распинают в себе Сына Божия. «Это безбожники, для которых невозможно уже покаяние». Лука 16, 31. «Если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Православный христианин совершает крестное знамение не в себе, а на себе. И совершая его, не ругаются Ему, а благоговейно молятся, прославляют и благодарят Его за все Его великие милости и особенно крестные страдания, которые Он понес за грехи всего мира. Снова вторично распинать Христа уже никто не может, ибо Он теперь с Божественной Своей плотью сидит на небесах во славе одесную Бога Отца. Вопросы? Идем дальше. «Сектант, крестное знамение это то же, что печать Антихриста? Откровение 13, глава 16, 18 стихи. И Он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным рабам положено будет начертание на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. 14, глава 9, 11. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает на черта не на чело своё или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем, и дым мучений будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днём, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его». Православные, «Только не верующие, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссел свет благорестования о славе Христа», 2 Коимфинам 4, 4, «каковой является святой крест его, могут сравнить крестное знамение с печатью Антихриста». Библия, Слово Божие, различает две печати, печать Божию и печать Антихриста. «Явившись перед кончиною мира, чтобы избить верующих в Сына Божия, Антихрист будет отвращать их от Бога, а на совращённых положит свою печать, как на своих рабов. Бог налагает на верующих Него пред уничтожением, перед уничтожением неверных свою печать». Прок. Иезекииля, 9, 3, 4. «И сказал ему Господь, на челах людей сделай знак». Антихрист будет действовать на земле всего три с половиной года. Откровение 13, 15. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Окрестное знамение существует у христиан с первых веков жизни Церкви Христовой, и имеющим печать Антихриста сказано, что никому нельзя ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. А сектанты, отвергающие крест и крестное знамение, также свободно покупают и продают, как православные. Вопросы? Ну вот, эту тему разобрали о кресте и крестном знамении. Если вопросов нет, дальше давайте пойдем тогда. Итак, следующая тема о святом крещении и крещении детей. Евангелие от Рана 3.5 Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Деяние 2.39 «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим». Крещение называется такое неповторимое таинство в Фесянам 4.5 5 стих «Один Господь, одна вера, одно крещение». Значит, это таинство неповторимое, в котором крещающийся при троекратном погружении в воду, погружение подчеркнул. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа получает благодать Божию, прощающую его личные грехи, очищающую его от греха всеобщего, прародительского, после чего человек делается Сыном Божиим, облекается во Христа и становится членом его Святой Церкви, новой тварью во Христе». Что крещение не есть простой обряд принятия в общество верующих и обещания Богу доброй совести, как думают некоторые, и что оно не есть только союз Бога с человеком, а что оно установлено Богом для прощения грехов человека, видно из Слова Божия. Итак, Деяние 22.16 Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Деяние 2.38 Петр сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Что такое прародительский грех? Это грех Адамов, тот грех, с которым рождается в мир человек. Как от зараженного источника течет зараженная вода, так от зараженного грехом Адама происходит все грешное. Этот грех Адамов, переходящий в каждого человека, появляющегося на свет и называется прародительским и всеобщим грехом. Книга пророка Иова 14.4 Кто родился чистым от нечистого? Не один. Псалом 57 стих Вот я в беззаконии зачат и во грехе родила меня мать моя. Римлянам 5.12 Посему как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Разбор возражений сектантов. Сектант Виталий с нами нет? Итак сектант Матфея 28 глава 19 стих Итак идите научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вы крестите младенцев, которых нельзя научить, поэтому вы сами и нарушаете прямое указание Христа. Православный православный не сказал Христос сперва научите все народы, а потом крестите, а сказал научите все народы крестя их, уча их соблюдать все, что я сказал вам в 20 стихе. Слово крестя уча показывает на одновременность обозначающих обозначаемых ими действий, то есть Христос говорит, чтобы апостолы даже взрослых одновременно учили и крестили, не ожидая, когда они подробно изучат все учения Христова. Корнилии, сотник, темичный страж, конечно, не успели всему научиться, а были крещены. Деяние 10.44-48 Когда же Петр еще продолжал эту речь, «Дух Святый сошел на всех слушавших Слово, и верующие изобрезанных пришедшие с Петром изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками величающих Бога». Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили Его пробыть у них несколько дней». 16 глава 30 глава 33 стих. С 30 по 33 И выведя их он сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали Слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. Вопросы? Все понятно, идем дальше. Сектант Марка 16 16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Дети не могут веровать и каяться в грехах, и поэтому их нельзя крестить. Православные. Эти слова относятся не к детям, а к взрослым, ибо если толковать по-сектантски, то все дети погибшие, ибо они веровать не могут. Кто не будет веровать, осужден будет. Это объясняется стихом Деяния 2.39 Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь наш. Обетование, получение спасения принадлежит не только взрослым, но и детям. Сектант Третье возражение 1 Петра 3.21 Так как и нас ныне подобное сему образа крещения не плоской не чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Православные Здесь о крещении детей не говорится, а о первых христианах, которые среди них были такие, думали, что крещение простой обряд, как омовение рук у евреев и прочее. Апостол говорит, что крещение спасает воскресением Иисуса Христа. За младенцев дают обещание их восприемники. Четвертое возражение Сектант Матфея 19 14 Но Иисус сказал Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное и излишне крестить детей, ибо уже они на небе можно сказать, ибо Христос сказал таковых есть Царство Небесное Православный Здесь Спаситель ставит детей в пример за их простоту и незлобе и поэтому говорит таковых есть Царство Небесное Но на детях пребывает прародительский грех Ев 14 4 Кто родился чистым от нечистого? Ни один Псалом 57 Вот я в беззакониях зачатого грехе родила меня мать моя Ничто нечистое в Царство Небесное не войдет Откровение 21 27 И не войдет в него ничто нечистое и только преданной мерзости и лжи простите не войдет и не войдет в него Царство Небесное ничто нечистое и никто преданной мерзости и лжи а только те которые написаны у агнца в книге жизни. В книге жизни человек записывается в святом крещении, поэтому детей крестить надо. По Ветхому Завету детей мужского пола обрезали, и перед Христом были именно такие дети, еврейские, а не дети Пилата. А дети сектантов не обрезаны и не крещены. Пятое возражение Сектант Виталий, ты с нами? Нет? Ушел. Первое Коринфянам 7.14 Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Детей крестить не нужно, так как они святы, безгрешны. Православные. Слово святой не означает безгрешный, а значит избранный, освященный и господом. Например, Моисей называет еврейский народ святым, и в то же время жестоковыным. Таразаконие 7.6 Ибо ты, народ святый у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным ему народом из всех народов, которые на земле. И 9.6 Посему знает, что незаправедность твою Господь Бог твой дает тебе обладеть сею доброю землей, ибо ты народ жестоковыный. И 32 глава 5.6 Но они развратились перед ним, а они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сиели воздаете вы Господу народ глупый и несмысленный. Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? 1 Коринфянам 1.2 Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. 1 Иоанна 1.8 Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет нас. Иакова 3.2 Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает, в слове тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. 1 Коринфянам 5.1 Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том, такое блудодеяние, которого никакого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Ясно, что святым называется тот, кто освящен во Христе Иисусе, святом крещении, 1 Коринфянам 1.2 Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя нашего Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас, кто облегся во Христа Галатам 3.27 Все мы во Христа крестившиеся во Христа обреклись, кто соединен со Христом в крещении, Римлянам 6.3-5 стихи, все мы крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его крестились, Итут 3.5 Он спас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости, баню и возрождение обновления Святым Духом. 1 Коринфянам 6.11 И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Даже Мартин Лютер признавал, что дети святы, потому что верующая сторона приводит детей к окрещению. Коринфянам 7 глава 14 стих. Вы читали. Шестое возражение. Дети крещенных родителей рождаются без адамово греха. Римлянам 11 глава 16 стих. «Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви». Матфея 7 18 «Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое, приносить плоды добрые». То есть дети крещенных родителей без греха адамово рождаются, поэтому их и крестить не обязательно. потому что якобы начаток святый, раз родители святы, то и дети святы. Такой смысл. И не нужно крещением их омывать грехи детей, ибо по наследству родителей их святость передалась. Так утверждает сектант. Православный послание к римлянам 11 глава. Давайте прочитаем о чем же здесь римлянам апостол Павел говорит. О детях ли крещенных родителей или о чем-то другом. Итак спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой никак? Так секундочку тут Виталий что-то пишет все. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова и с колена Вениаминова не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Ильи, как он жалуется Богу на Израиля, говоря Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один и моей души ищут. Что же говорит ему Божийский ответ? Я соблю себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано. Бог дал им дух высыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тянетами и петлею возмездия им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согмен навсегда. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их, богатство миру, и оскудение их, богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужули ревность в сродниках моих по плоти и не спасули некоторых из них, ибо если отвержение их примирение мира, то что будет приятнее, как не жизнь из мертвых, если начаток свят, то и цело, и если корень свят, то и ветви. Вот, видите, о чем тут говорится. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и соком маслины, то не превозносись пред ветвями. То есть язычник, не предносись перед иудеями, перед евреями. Если же превозносишься, то вспомнишь, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадить ли тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привитых. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас братья в неведении по тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от счастья до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов. Ибо дары и призвания Божьи не приложены. Как и вы некогда были непослушны Богу, они не помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия, им и пути его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать. Ибо все из него им и к нему ему слава во веки. Аминь. Видно, что под начатком, корнем, разумеется, не крещеные христиане, а ветхозаветные патриархи, сохранившие истинную веру в Бога, от которой некоторые из ветвей отломились. Стих 17. А под деревом добрым, разумеется, всякий истинный христианин, а не тот лишь, кто имеет детей. Как и под добрыми плодами, разумеется, не дети крещенных христиан, а добрые их дела. Жизнь сама показывает, что у добрых родителей дети бывают хуже язычников. Все дети рождаются с Адамовым грехом. Все дети рождаются с Адамовым грехом. Поэтому все в свое время и умирают. Ибо грехом смерть вошла в мир. Римлянам 5.12. Если бы открещенных родителей рождались дети без Адамова греха, то они никогда и не умирали бы. Римлянам 5.12.12. Стихи «Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над не согрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Римлянам 5.18.19. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Вопросы? У меня вопрос. Покал. То есть мы рождаемся в Адамовом грехе, и при крещении мы омываем грехи свои. Я правильно если понимаю. Но Иисус Христос искупил грех свой, искупил первородный грех, правильно я понимаю? Ну и дальше вопрос задавайте. Ну вот тут мне вот этот момент непонятен. Если Иисус Христос пошел на муки, чтобы искупить свой грех, то мы тем не менее мы рождаемся во грехе Адамов. так получается? как это связывается? Ведь он же искупил. Думайте, раз Христос искупил грехи, то и первородные, значит, ну и мы должны рождаться уже святыми и безгрешными. он все грехи искупил, то и первородные тоже Адамов грех. Как это? Да, Игнать Тихонич, ответьте, пожалуйста, как вот это поставить? Да, как связать это все? Как это понять? Если Христос искупил все грехи, то и первородные тогда и не надо и крестить получается. Тогда сейчас надо правы. Да, мы же омываем грехи свои во время крещения. Какие тогда мы омываем? То, что нагрешили земной жизнью, земной жизнью, эти мы омываем грехи. Вот пока Юрий сейчас не говорил, я хотел отвечать, а когда он начал говорить, мне отвечать нечего, он ответил. Именно искупил все грехи. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Какой грех? Первородный грех какой? Это 1.29 Евангелия Теана. Но каким образом грех прощается в крещении? То есть он искуплен, но способ избавления от него в крещении мы омыты. Почему 22.16 Деяние апостолов сказал Анания придя к Павлу, что ты медлишь? Встань крестись и омой грехи твои. А это принадлежит вам и детям вашим. 2.38 стих и 39 Покайтесь. Ребенок не может каяться. В родителях он заключает завет с Богом. Так он не понимает. Ничего он нисколько меньше не понимает, чем еврейский ребенок. А обрезали в 8-дневном возрасте. Это было заветом с Богом. Это образ обрезания прообразовало крещение и все стоит на своем месте. Надо в совокупности брать все священное писание. Способ, которым избавляемся уже искупленный грех крещение. Вот вы об этом и сказали. Все. Понял. Ну не все совсем понял. Еще раз пересмотрю это в записи. Постараюсь разобраться. Еще раз что грех не разделяется. Первородный или какой. Вообще умер за грехи мира. Значит и за первородный. С этим надо согласиться. И он умер. Ну сказать так за все грехи мира это миллионная доля секунды страданий Христа. искупила бы всю вселенную на тысячи лет вперед. Все искуплены. Столь велика его жертва. А теперь как оно с ребенком? Он рожается во грехах. Мы считали кто родится чистым от нечистого? Не один. Во грехе за счет беззакония родила меня мать моя. Беззакония за счет и во грехе родила. Во грехе он минуты ни одной еще не жил. Но смерть уже в нем. Иначе они были бессмертные. тут что понимать. Тут и так понятно. А как? Через крещение. Ну омылись но осветились. Осветились как? Через слово. Слово Божие во имя Отца и Сына и Святого Духа. Грех прощается ради его страданий. А без пролития крови нет прощения грехов. Вот апостол Павел про это и говорит. Все. Понял. Способ. Да. Первородный грех искупил. Но человек который не принимает крещение он это отвергает как бы как не крещеный не христиан ему это не нужно это спасение. А раз человек свободный он спасение не принял значит он и все нет прощения он не крещен он не принял это спасение Христос за всех умер все имеют возможность спастись но те которые отказываются от крещения отказываются своих детей крестить они не принимают это потому что Христос такой такой способ он так сказал как но и когда мы крестимся получается что мы покаянием снимаем искупляем грехи свои именно свои которые мы до крещения совершали мы покаяние приносим до крещения потому что и после крещения человек тоже согрешает а там уже другое таинство исповеди эпитимья правопрочество церковное у всех по-разному так у нас час прошел занятий пожалуйста задавайте вопросы и да там ссылки есть вот в чате пожалуйста нажми на предпоследнюю и прочитай и покажи и я хотел бы услышать комментарий и Игнатия Тихоновича на это событие как раз о крещении сегодня уже был разговор ну с показом экрана сделай так сейчас Тавропольского предпоследняя не последняя а предпоследняя ссылка вот это да там как раз и комментарии представителя церкви будет в аудио там небольшое небольшого по времени ну и само видео и текст там коротенькая такая заметка что я на нее жму она не не открывается почему-то Виталик что-то она не знаю как она кликабельная ссылка как она не открывается ну ладно чё ну ты давай ты сделай демонстрацию экрана я отъявлю так ну давай попробую я так видно дальше с экраном кто-то загружается да видно хорошо тогда старопольского священника ждет суд за жестокое крещение ребенка в социальных сетях разлетелось видео на котором священник из есентуков проводит обряд крещения маленькой девочки на кадрах ролика пользователи интернета рассмотрели что малыша как минимум трижды ударил ударил головой одно купели во время обряда ребенок громко кричал а вода расплескивалась на пол храма до такой степени яростно вел себя священнослужитель ну вот видео можно сейчас показать и потом комментарии представителя церкви по этому поводу видно же да да так ну вот он как бы постарай ну вот смотрите видео показал дальше вот что ответил священ так как сделать чтобы слышно нет не не вот справа громкость добавь вот это да вот это вот громкость добавь да нет прям на ролике вот да да сюда ты а нет давай еще раз сейчас ладно я зачитаю до конца так это видео дошло и до представителя русско-православной церкви как сообщил комсомольской правде на северном кавказе пресс-секретарь пятигорской черкесской епархии протерей михаил самохин на видео запечатлен бывший штатный священник георгиевского храма свято-георгиевского женского монастыря отец илья семилетов теперь священнослужителя ждет церковный суд на данный момент семилетов уже отстранено служение выведен из штата епархии михаил самохин также отметил что если не считать излишней жестокости обряд выполнялся по правилам была произнесена необходимая молитва и совершено треократное погружение в купель кстати родители ребенка жалобу епархию не подавали девочка во время крещения травм не получила и не ударялась головой о купель заметил представитель церкви ну вот такой вот инцидент совсем недавно произошел гнать тихоич комментируйте если как говорят люди просят заставив дурака молиться заставив он лоб расшибет ну видно что он ее просто микрофон включите гнать тихоич так не научи дурака молиться он лоб расшибет поговорка говорит видно что он как ее давит наразе так делают он как будто возненавидел ее даже вода вся из купели идет я такого не видал никогда он пьяный был только так пьяный трезвый так никогда не сделает тут священник как-то волосы надо подряд берут там остригает а у него рука дрожает он напился пьяный тыщет глаз ребенку не выткнул как как это годится да никак за хвост да в яму смотри даже страшно ну я знаю такое купель большую построили просто это во пронзе было он игумен ну и девочки ничего не сказали а ей это уже лет пять было она за края ухватилась в купели то и а он уже во имя отца она держится никак ну руки-то отцепил бы и обкунул нет а он решил додавить ее а она додумалась ногами держать а он ей ногу сломал ножку сломал ну я ему говорю что ж ты делаешь что-то потом когда узнал ну вот так как же получилось то она должна была сама присесть рассказали ей вот мы приезжает когда заранее пойдите на воду узнаете ребенок чтобы не боялся где-то ну я говорит заплачу пока лечить будут на всю жизнь травма-то это это реально если надо я могу назвать фамилии имя все за давностью времени вот так и что они вывели его из состава епархии это они уже ну просто видимо знают за ним что такое есть иначе им всем будет худо вот в Новосибирске было тогда ребятишки залезли на голубятню ну похоже подстроено было Новосибирск город а сторож им кричал с власти никак он из ружья выстрелил и убил ребенка там лет 12 было это так говорят а так ли было или что так там чуть под фундамент церковь не снесли писали сколько говорили об этом ну это тоже никуда не годится голуби ребенок жизнь ребенка это вообще даже говорить страшно об этом что я комментировать то буду то я увидал как вода идет как он давит и вода по сторонам летит не знаю даже не видал никогда Игнать Тихонович но если бы он не давил она бы не была полным погружением скрещена что тогда но он не просто давит она головой в воду ударяется видно вода-то еще плящется он потихоньку взял ее за руки там за нож как угодно ножки чтобы подогнуло и спокойно сделать она никак ну здесь-то что он ее прямо давит ну первое и второе она еще не показала характер свой первое во имя отца он ее уже прямо бьет об воду и мог не рассмотреть и об край купели ударить но я говорю мне страшно было смотреть я отвечать ничего не буду купель мелкая да переполненная может быть и поэтому родители не жаловались никаких травм не было да он просто видно девочка это сильно упиралась что ее по-другому никак не не было может быть такой вариант а то что они на него подависи сами-то не крестят еще такой вариант можно рассмотреть затрепухались ни жаловы ничего нету а они видать оклеветали его что там голова голова пробита там у нее там да еще что-нибудь до чего они это делают на видео уже кто-то снимал ну да конечно тут он как Никита говорит в кастрюлях крестят куда годит надо баптистерия делать нормально тогда бы вот у нас потерять когда крестят и с ребенком а ребенок уже большенький года 4 бывает больше он на руках у ребенка если больше то уже купались показали как садиться она сама садится а здесь она его обняла отец крещение принимает он вместе с ней под воду идет она за него за шею то держится тогда у отца второе крещение получается что ли как бы такое можно бы молитва же произносится тоже параллельно что ли с ребенком а почему он священнику ребенка не идет ребенок да берет он берет он берет он показывал как было а потом батюшка начинает крестить берет на руки ребенка и окунает его вопросы еще пожалуйста задавайте времени не так много осталось игнатий тихоныч креститься вам приехать рубаха нужна длинная а если рубаха и штаны белые нательные надевает халат такой длинный там у тебя может внутри поднимет а там в одних трусах бывает а сверху халат белый халат не так что рубаха и штаны как-то не принято так а именно длинный халат почти до пят и в нем в роликах посмотреть можно да видно там нас в роликах просто посмотреть зарядите крещение на нашем ютубе и сразу найдете а а можно свою рубашку одолжить для этого дела то зачем он спрашивает нету такой длинной рубашки видать денег жалко купить или что нет не жалко просто не знаю где купить да я у себя в храме спросил нету здесь таких для крещения удивили шить шить ну можно шить да ну приезжай я свою дам да и какая разница греха по ней не будет найду ну не найду так позаимствую тогда конечно обыкновенно вшьют рубашку еще вопросы у вас снова человек Екатерина первый раз сегодня на занятиях включите микрофон пожалуйста скажите кто вы откуда у вас аватарка такая интересная чаша поддержит алло алло здравствуйте меня слышно я включила микрофон я с великого новгорода первый раз услышала видео смотрела вот очень заинтересовалась у нас здесь никто не занимается изучением ни при храме ни в воскресной школе нигде ничего решила присоединиться и послушать беседы мне это очень интересно разбирать святое писание я замужем мне 42 года трое детей православная христианка вот спасибо господи очень интересная познавательная беседа и бог даст буду регулярно участвовать в этих разговорах при изучении библии канал во свете библии смотрели наверное да да я узнала о вас более через канал Сергея козлова парализован у меня в друзьях его ролики просматриваю и вот вышла теперь вот через него на вас мне очень интересно я его и ролики просматриваю вот теперь к вам присоединилась по поводу изучения библии спасибо господи вас тоже интересует вопрос полного крещения через трех рядное трехратное погружение здесь обошла знакомых священников никто эту тему не хочет поддерживать и рассматривать вот стоит острый вопрос моей семье как бы тоже сподобил господь если есть воля его такого крещения с трехратным погружением мы-то все крещеные но как говорится моченые как это говорят в народе теперь вот тоже молю господа что господь открыл как можно это все было бы поправить если есть воля божья на это вам бы приехала хотелось бы приехать да вот как подходила я сбрасывала ему видео у меня в ватсапе есть наш священник по поводу полного погружения задавала вопрос вот так и напрямую я через чтобы он посмотрел ролик с Сергеем козлом там поднимается вопрос разговаривает мужчина трехкратное погружение но мне никакого ответа не дал просмотрел ролик и вот я как-то смущаюсь подходить к нему напрямую но может все-таки подойду спрошу я не уверена в позитивном ответе от него даже думаю может не соблазнять его такими вопросами не знаю еще бояться посмотрит ролик Сергея козлова скажет ну что тебе надо видишь человека облили ну там Сергея облили у него ситуация такая в таком положении там сам ролик очень не в саму крещение там очень много поводов разговора и доводов что действительно основано на Писании что действительно правильно трехкратное погружение вот я знаю акцент делаю что священник посмотрит посмотрит спасибо господи вас да 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 вот сами рассуждения сережа тоже хотел полным погружением креститься ну да у него положение такое я понимаю что ему так может пока и не не пошло полный так что вот этот момент нас очень остро стоит я бы себе хотела приехать не знаю как бог сподобит здесь всех обошла узнала через девчонок через давно верующих и женщин они говорят Екатерина бесполезно здесь глухо никто этим не будет заниматься многие так же интересуются этим вопросом про прихожане если ты узнаешь и нам скажи мы тоже так хотим но пока никакой информации нет у нас у нас крещение вас как звать Екатерина Екатерина а где живете Великий Новгород город Старая Руссия ну это расстояние не расстояние у нас из из Франции из Германии приезжали крестились у нас каждый год в озере крещения в этом следующем году вот сейчас будет 7 июля вы о если бог даст вы другим можете сказать держите сейчас связь со мной и я маленько вас узнаю и сами готовьтесь на все занятия людям тем скажите и тогда приедете вот вам да может даже получилось бы организационным автобусом Валентина с Артисон вот она приезжала сюда и с дочерью и с внучкой и они принимали крещение в Германии это дальше чем вы спасибо господи вот сейчас Юрий который задавал вопросы мы тоже с ним только познакомились он готовится к крещению мы ему уже путевку выдали спасибо господи буду молить господи чтобы господь управил была бы очень благодарна богу и вам за такую милость для меня это очень важно было бы я сама с Донецкой области с Украины это мы здесь пятый год живем в Новгородской области как война началась вот мы здесь снимаем квартиру муж работает я с детками дома поэтому вот наши корни с Украины это просто после как война началась пришлось уехать поэтому вот так так нас Господь ведет всего самим это с Горловки я родилась по Петровской области но проживали в Горловке все время на Украине до войны Донецкая область но теперь Новгородской области Старая Руссия тут наши родственники проживали мы к ним приехали вот здесь снимаем квартиру постоянно регулярно слежу за роликами за вашими как-то дома у нас интернета как-то не было до войны мы как-то против этого всего я была как-то боролась чтобы дети не вовлекались сильно в эту систему но здесь уже детки подросли везде требуют школа интернет-обучение вот теперь я тоже через это все пользуюсь смотрю ваши ролики спасибо Господи вас большое очень рада с вами знакомство с вами для меня это событие очень важно можно сказать я три раза уже собирал организовал сбор гуманитарной помощи детям Донбасса в 16-17-18 году сам у вас здесь было в Горловке весеноватой было ой а мы с Никитой Горловкой Донецкой области Никитовка поселок Гольмовский Зайцево рядом с нами буквально вод, которая многострадальная до сих пор прямо через поле там мы проживали корсентрикот Зайцево поселок который сейчас с землей сравняли уничтожают дети в погребах спасибо господи вас я рада знакомству что вышла на связь у меня это большое утешение спасибо господи вас не знаю что еще сказать достаточно приходите на наши занятия бог даст готовьтесь спасибо летом бог даст спасибо господи благодарю еще может быть у кого-то вопросы еще 8 микрофончик у меня есть у меня вот вопросы молодые родители выключили микрофон Екатерина ага выключила нет не выключили молодые родители не уверовав бога рождается ребенок и как бы дань традиций дань всему этому они не против крестить ребенка им ну однозначно крестить надо ребенка это всем понятно но мы понимаем что у крещенных родителей да целесообразно крестить ребенка но если родители не уверовавшие может быть порекомендовать им подождать пока он примет господа в зрелом возрасте юношеском хотя бы что посоветуете как такой ситуации по смыслу то так по смыслу а если вот рассуждать так ребенок уже понимает ему сказать вот у Моя были дети вошли в ковчег и вот если разбирает как церковь это ковчег то в ковчег он взял бы даже грудной младенец был бы его сын так и здесь мне пришлось однажды выступать перед большим собранием у баптистов там слово говорить ну и речь зашла о крещении ну они как всегда вот так они рассуждают легкомысленно один стих вырывает а куда прилепить не знает я говорю вот представьте на корабль именно так заходить а ребенок ваш оставлен будет она сидит в первом ряду ребенка младенца держит она сразу встала и говорит я завтра же пойду в церковь и покрещу ребенка баптистка все ты маленько воображение разбей они говорят что уверовал и весь дом его приняли крещение так а детей и не было в первую очередь это евреи аборта ни одного не было а то главное где написано там ну крестился дом Стефана который начальник тюремный был Лидия и везде баптисты говорят детей не было как это почему все бездетные оказались подгоняют под себя весь дом он крестился сам и весь дом обетование принадлежит вам и детям вашим не только потомкам нашим но и детям тут один раз другой раз можно что-то еще натягивать но не все время кисель на шубу натягивать восприемник то есть крестный как сейчас говорится крестный он обязательно нужен или без него тоже не обязательно тем более это только одна фикция у меня сколько крестников притом просили родители родственники даже племянники покрестили а тут что-то рассорились а что я даже не знаю даже их ни разу не допустили ну конечно я перед богом не отвечаю за них у меня нет его крестника рядом а теперь он вообще в другую страну уехал родители за это ответят крестный когда умирали родители крестный брал и ребенка выводил в люди это второй отец а у нас сегодня этого нет кого попало толкают так что никакой роли это не играет указания такого дополнительно нет так в толковании дается мы видим где поприничали восприемников никаких не было но это хорошо когда есть когда он может сказать помочь ну это редко так бывает по сегодняшнему детей надо крестить только у тех которые как говорится глубоко верующие вглубь пошли вот а если просто так а что тогда дает это ничего не дает ни им ни никому они его не учат боятся вот что он каким изгоем будет да у него врагов много будет ну то есть неверующие а находят кого-то а зачем он говорит зачем крестишь то да теща водитель не хочет говорит что я с антихристом буду сидеть то он пришел крестить а дома уже пиво наготовил всего а священник долго крестит батюшка ну скорее маленько там уже жена все дома приготовила они с соседом теперь выпить могут и ребенок у него крещеный но как были неверующие курящие матершинники такие остались был говорит сухой грешник а теперь мокрый грешник только вся разница если я правильно понял крестный несет перед богом ответственность за духовное воспитание крестника а если не допускают и еще нету было ни одного крестника рядом нету дед может быть крестным ну это надо смотреть смотреть вот крестные не могут муж с женой быть вот это точно это уже было известно когда Ольга приехала крестить в Грецию она такая знатная была видимо эту свою красоту природную сохранила и царь в нее влюбился он стал к ней он говорит предложение делать она говорит я язычница не крещеная ну и крестить она говорит будь у меня восприемником он рад тому когда покрестились он говорит ну теперь можно о свадьбе говорит она ему говорит а крестный не может жениться на крестнице ты Ольга говорит обманула меня теперь какая ты мудрая она его взяла в поручители как в крестное а теперь он ну и он царь ты все отказался от нее тут кто-то сегодня спрашивал у вас чтец там бороду что же он бреет или там стрижет я однажды сказал она такая есть борода никто ее не стрижет ну и все Игнатий Тихонович я не бреюсь все выбрось чтобы она дома не была все все чтобы пакость такую не держать даже шнур можно обрезать он сгодится для утюга ну что все наверное молимся достойно есть я кого истину блажит и тебя богородицу пресноблаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херуим и славнейшая без сравнения серафим без искления бога слова росшую сущую богородицу тебя величай молитесь Игнатих любящий наш Отец Небесный мы просим тебя во имя Иисуса Христа прими нашу молитву благодарим тебя за скорби и печали за болезни и здоровья за друзей и за врагов ибо все свое время окажешься на пользу по твоему благоволению обрати правителей дабы издавали мудрые законы и сохрани от покушения их тебе Господи слава за все Отец Сын и Святой Дух Аминь Аминь Субтитры Субтитры Субтитры